Ну что, привет всем из 2023-го, дорогие друзья! Мы пережили эти два месяца без футбола. Ну как без футбола, был там какой-то чемпионат мира, но мы все понимаем то, что футбол без локомотива это не футбол. Поэтому вот, сейчас буквально через несколько дней начинается межсезонье локомотива. Наконец-то мы увидим наш клуб сначала на тренировках, потом в товарищеских матчах, ну а потом и весенняя часть сезона начнется. На эту весеннюю часть сезона у меня лично много надежд и много ожиданий. В прошлом году я оформил свои ожидания в некое бинго межсезонье. Я навалил в кучу и того, чего я жду, и того, чего я хочу, и затем по ходу межсезонья вычеркивал вещи, которые сбылись, и, соответственно, не вычеркивал то, что осталось. Сбылось, кстати, довольно много. Давайте и в этом году тоже оформим бинго межсезонье. Перед записью этого ролика я для своих подписчиков в Бусти задал примерно тот же самый вопрос. Чего они ждут и чего они хотят от этого межсезонья? Самые интересные ответы, ну и то, что совпадало с моими собственными ожиданиями, я буду вставлять в ролик. Вы поставьте лайк, подпишитесь. Если хотите, подпишитесь на Бусти. Там тоже всякое интересное происходит. Вот такие вот интерактивчики тоже периодически бывают. Ну а сейчас погнали. Большой блок ожидания, разумеется, связан с трансферами. Причем как на вход, так и на выход. И главное мое ожидание от этого межсезонья – это приобретение футболиста старше 25 лет. Причем это, возможно, футболист в атаку, нападающий, либо это будет центральный защитник. Слухи есть и про тех, и про других. И локомотив вроде как действительно ищет футболистов на эти позиции. Но главным образом приобретение футболистов старше 25 лет будет означать отход от той самой стратегии, по которой мы жили примерно полтора года. На данный момент я не очень понимаю, отказались ли мы от этой стратегии, или мы просто отказались от исполнителей этой стратегии, но в целом будем продолжать двигаться тем же самым курсом. Кажется, когда локомотив находится на 14 месте, что логично все-таки уже отойти от покупки молодых футболистов и начать насыщать команду опытными игроками, чтобы выйти из зоны вылета и дальше уже делать, что хотим. Но при этом мы покупаем Глушенкова, мы покупаем Пеняева, и в целом футболисты все равно довольно молодые в команде были и остаются. Если локомотив купит нападающего там 30 лет или защитника 30 лет, слухи такие есть, то, соответственно, это будет знак, что все, стратегия стратегии. Да, молодых футболистов тоже периодически покупаем, но будем покупать и опытных футболистов, и это уже немножечко другая вселенная жизни локомотива. Есть и другие слухи, которые очень сильно курсируют вокруг локомотива, и исполнение этих самых слухов будет говорить о том, что будет происходить с локомотивом дальше. Поэтому я буду ожидать их исполнения с тревогой и с каким-то замиранием сердца, потому что они мне не очень нравятся. Ну, например, очень много вот прошедшие месяцы говорили о том, что локомотив собирается купить левого защитника. Я не понимаю, зачем локомотиву нужен левый защитник, когда есть и князян, есть Марио Митай, и при этом есть другие позиции, например, правого защитника, которые требуют усиления. Например, приход правого защитника ждет мой подписчик на бусте Александр Табингаус. Но про правых защитников мы не слышим никаких слухов. Мы все смотрим налево, где то Самошников, то Круговой, то Горшков, то еще кто-то. К счастью, на данный момент никто из них в локомотив так и не перешел. И лично я буду надеяться на то, что этот слух так и останется слухом. Но если нет, то еще один пункт в нашем бинго вычеркнем. Еще больше опасений у меня в сторону движения локомотива, в сторону агентства Павла Андреева. Об этом тоже очень много говорят. И вроде как пришедшие люди, в частности Дмитрий Ульянов, Кречетов, вот эти вот чертановские ребята, которые вроде как пришли в локомотив, а то вроде и не пришли в локомотив. Короче, непонятно. Но, по крайней мере, пеняю Глушенков уже в нашем клубе, а это клиент агентства Андреева. И если в этом межсезоне мы подпишем еще какого-то игрока, который имеет отношение к агентству Павла Андреева, это будет для меня означать не самую приятную вещь. То, что действительно двумя ногами в клуб заходит вот этот вот человек. Я ничего не имею против непосредственно Павла Андреева. Я не знаю о нем практически ничего. Личность скрытая. Никогда я его не видел, никогда с ним не общался. Но мне очень нравилось то, что локомотив отошел от агентских рельс. И то, что в локомотиве появилась собственная селекционная служба, которая ищет футболистов, которые смотрят там нарезки, ездят, смотрят матчи, общаются с футболистом. А не действуют по предложениям агентов. То есть, когда агенты засылают информацию в клуб, что, дескать, вот есть такой вот футболист, не хотите ли вы его купить. Это очень сильно сужает область поиска. И да, можно таким образом найти человека, хорошего футболиста. Но чаще всего мы просто этим будем кормить третьих лиц, посредников, а не усиливать, собственно, клуб. Поэтому лично я надеюсь, что, ну, на Пеняеве и Глушенкове мы и остановимся. Хватит с нас клиентов Андреева. И Пеняев это один из лучших игроков своего поколения, если не лучший. Глушенков в целом там был и в Академии Локомотива, был в Химках у Ульянова, был в молодежной сборной Галактионова. Тоже можно принять просто как качественного футболиста, который пришел в Локомотив, безотносительно того, кто у него агент. Но если дальше появится, не знаю, какой-нибудь Горшков, какой-нибудь Солдатенков или еще кто-нибудь из футболистов, которые сильно Локомотиву особенно не нужны, но при этом имеют хорошего агента, правильного и нужного в нынешних обстоятельствах, это будет для меня очень и очень неприятным знаком. Ну и, конечно, важно не только кто приходит, но и кто уходит. Среди наиболее часто встречающихся фамилий, в том числе у меня в комментариях на Бусти, конечно, был Марко Раконьец. Я лично надеюсь, что этой зимой Раконьец уйдет в аренду. Я не считаю Раконьеца футболистом, который вообще ничего не умеет, полным мусором и человеком, недостойным играть в российской премьер-лиге. Я уверен, что футболист он с достаточно хорошими задатками, который при этом попал в абсолютно недружелюбную среду. И Марко Раконьцу просто нужно сейчас играть, играть, играть и возвращать уверенность в своих силах. Где-то через сезон, через два Раконьец будет отличным, рослым, мощным нападающим, который сможет продавливать, который сможет забивать головой, который может принимать там дальние передачи благодаря игре корпусом. Но на данный момент он Локомотиву, конечно, вообще нисколько не подходит. Поэтому я надеюсь, что Раконьца отправят этой зимой куда-нибудь в аренду. При этом я думаю, что найти варианты с аренды для Раконьца будет не очень сложно. В Сербии, так уж наверняка, с удовольствием примут этого футболиста, который уходил из Сербии к нам с хорошими показателями. Там голов 7 забил, причем в том числе в плей-офф сербской вот этой вот лиги, где играли самые сильнейшие. То есть, ну, он там был на неплохом счету. Плюс у него есть матч за сборную Черногории, что, конечно, тоже добавляет ему определенных вестов. Так что я надеюсь, что он уйдет. В меньшей степени люди писали про Марка Мампасси, но у меня здесь абсолютно те же самые мысли. Мне кажется, что Марк Мампасси обладает определенным потенциалом, который нужно раскрывать. Ему всего 19 лет, в отличие, кстати, от Раконьца, которому уже 22. И Марку Мампасси просто нужно играть, играть, играть. Конечно, будут ошибки, конечно, он будет набивать эти самые шишки. Но без этого никуда, без этого ты не вырастешь центральным защитником. Нельзя просто тренироваться и стать крутым центральным защитником. Нет, нужно играть, 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 играть. И ошибки Марк Мампасси должен допускать не в Локомотиве, а в каком-нибудь другом клубе. Будь у Локомотива Казанка, Мампасси мог бы допускать ошибки там. Но Казанки у Локомотива нету, поэтому придется искать варианты с арендой. Судя по всему, Мампасси и Галактион его не нужен. Да и центральных защитников у нас в общем и целом вот такого вот плана немало. Нам бы какого-нибудь опытного как раз вот к тому пункту бинго про 25-30-летних игроков. А уж 19-летних защитников у нас и в самом деле немало. Немножечко другая степень ожидания от ухода Камано или Керка. Это два более-менее возрастных футболистов в составе Локомотива. Причем Камано вообще может считаться долгожителем. Не так уж много игроков в Локомотиве играют дольше, чем у нас есть Камано. Они могут уйти, потому что они высокооплачиваемые футболисты, а Локомотив теперь будет делать ставку на других игроков. Ну, например, на того же Глушенкова или Пеняева или еще кого-нибудь там приобретут. Керк, например, может захотеть вернуться в родную Голландию, где он сейчас периодически стримит на Твиче Resident Evil и всякие другие игры. Он домосед и ему этот ваяж в Локомотив проекта Рангника, Корнетки и Цорна и так был достаточно большим стрессом. Ну а теперь, когда в Локомотиве ничего особенно не получается, когда туда пришли новые люди, почему бы не вернуться обратно в Голландию. И опять же, наверняка Керк без проблем найдет варианты в Голландии, если Локомотив не будет заламливать какую-то цену. Камано уже достаточно долго пытается уехать во Францию. Сейчас фигурирует Нанд, как клуб, который претендует на Камано. И та же самая история, да, взрослый парень, достаточно большая зарплата, но при этом выхлопа от Камано как какого-то лидера Локомотива мы не видим. Поэтому вполне допускаю то, что Камано тоже может уехать. По большому счету, грустно от ухода Камано или Керка мне не будет, потому что, ну, они так и не влияют на игру Локомотива, как должны влиять футболисты, опытные, одни из самых старших в команде. И вы знаете, да, что Керк один из моих любимчиков. Я его заприметил очень давно, еще по игре за Утрахт. Но вот на данный момент Керк играет у нас уже примерно полтора года. Были классные вещи, сделанные Керком, были абсолютно блеклые матчи. Но вот того Керка, который был в Голландии, я в России так и не увидел. Поэтому если уйдет, ну, окей. Теперь у нас есть Глушенков, у нас появится Рефат Жамалединов, у нас есть еще молодые ребята, которые тоже могут о себе заявлять. Так что, в общем и целом, если уйдет за нормальные деньги, окей, почему нет. Другое дело – уход Уилсона и Сидора. Поэтому его я оформляю в отдельный пункт. Уход Уилсона и Сидора – это будет прям как будто яркая точка в конце вот этой вот самой немецкой стратегии. Один из самых ярких футболистов, которые к нам приходили за последние полтора года. Очень здорово начинал, заколотил там семь мячей подряд. И в целом, когда он в хорошей форме, он очень полезен. Он быстро бегает, он может здорово ударить со своей правой ноги по обводящей траектории в дальний угол, как матч со Спартаком. Он может обвести соперника, может заработать пенальти. В общем, достаточно разносторонний форвард, который при этом в последнее время не дает той эффективности, которой мы от него ждем. Если Исидор захочет уйти, нам придется его отпустить. Потому что, ну зачем держать игрока, который особо не хочет играть в локомотиве? Мы видели, что ни к чему хорошему это не приводит. Опять же, замены этим игрокам мы так более-менее купили. И еще собираемся купить нападающего. Если помните, мы его покупали за какие-то совсем небольшие деньги, 2,5-3 миллиона евро. И если кто-то предложит 4 или 5 миллионов, а такие клубы наверняка могут найтись этой зимой, придется отпускать и удержать Исидора будет очень тяжело. Я, конечно, надеюсь, что этого не произойдет. Я надеюсь, что Уилсон останется с нами на эти полгода. И уже следующим летом, оставив локомотив в российской премьер-лиге, забив еще там 5-6 голов, уедет в клуб хорошего уровня за какие-то хорошие деньги и тем самым поможет локомотиву. Но вполне допускаю то, что это произойдет уже этой зимой. По ожиданиям от трансферов, наверное, все. Далее давайте поговорим о том, кто вообще поедет на сборы с локомотивом. Вот недавно агент Рифата Жамаледдинова, Вадим Шпенев, сказал то, что Рифат Жамаледдинов будет тренироваться с командой, хотя у него все еще идет восстановление от травмы Ахилла, но с командой он будет. А вот про кого нам вообще ничего не говорят, так это Лукас Фасон. Во-первых, я очень не хочу, чтобы Лукас Фасон ушел из локомотива. На мой взгляд, это очень сильный центральный защитник. И когда он восстановится, нам просто может и не нужен будет никакой другой центральный защитник. Там 30 лет, никакие ямики из Тунисов нам не понадобятся. Но чего я жду и чего я хочу и что я впишу в свое бинго межсезонье, так это игра Фасона в одном из товарищеских матчей. Желательно в как можно большем количестве этих самых товарников, но хотя бы в одном товарищеском матче я надеюсь, что Фасон появится. Потому что в отличие от Рифата Жамаледдинова, травма Фасона это разрыв крестообразных связок, уже всеми изученная, всеми проверенная и занимает 6 месяцев. Травмировался Фасон в конце июля, начале августа, соответственно в январе 6 месяцев его реабилитации должны подойти к концу. И он должен начать появляться в общей группе и соответственно где-то к февралю уже получать свои игровые минуты. Очень на это надеюсь, очень этого жду. И возвращение Лукаса Фасона, на мой взгляд, будет одним из решающих моментов в возобновляющемся сезоне. Также мне очень хочется, чтобы с Локомотивом на сборы поехало как можно больше молодежи. Галактионов в этот свой небольшой отрезок, который он руководил Локомотивом в кубковых играх, уже привлек достаточно большое количество молодых игроков. И часть из них даже успел заиграть в кубковых матчах. Мы увидели Кирилла Никишина, мы увидели Егора Погосного, Михаила Щетинина, ну а Вадима Ракова видели уже до этого и не раз. И я хочу, чтобы на сборы поехала не только вот эта вот группа футболистов, которая уже дебютировала, но еще ряд ребят, которые были в обойме, но своего шанса не получили. Ну, например, Алексей Батраков, про которого я много-много говорил. И мне кажется, то, что его можно подключать, его можно смотреть, чтобы он сам понимал, куда ему нужно тянуться, какие скорости ему нужно выдерживать и с какими столкновениями ему придется сталкиваться. И если он будет только в молодежном первенстве, он не вырастет. Пройти сбор Сосновой это совершенно другая история. Но есть и другие футболисты, которые тоже заслуживают поехать на сборы. Это Максим Шнапцев, крайний защитник, центральный защитник Артем Косогоров, вратарь Тимофей Митров, ну и еще много-много разных ребят на разных позициях в зависимости от того, кто Галактионову нужен. Если помните, год назад Гиздаль на сборы Сосновой не взял вообще никого из молодых. И, на мой взгляд, это была огромная ошибка. Уж не знаем, Гиздаль это была ошибка Цорна или кто там занимался составлением списков на сборы. Но буквально через две недели после окончания этих самых сборов нам понадобился Артем Карпукас, который встал в состав и уже из него не вылезал и дорос до сборной России. И вот таких вот Артемов Карпукасов, в принципе, в нашей молодежной команде довольно много, которые могут прийти и помочь. Как, например, Егор Погоснов. Да, вот он вышел в двух матчах и отлично сыграл. Стал огромной помощью, гораздо большей помощью, чем многие из тех футболистов, которые покупали за деньги. И я в этом ожидании молодых не одинок. На самом деле, довольно много людей желают как можно больше молодых, чтобы поехала на сборы и сыграла в товарищеских матчах. Например, Рома Латыпов тоже таким желанием обладает. И он даже конкретизировал, чтобы как можно больше игрового времени они получали в товарищеских матчах. И чтобы мы могли на них посмотреть в более-менее конкурентной среде. На сборах Локомотив проведет довольно большое количество товарищеских матчей. Аж 7 штук запланировано. Часть из них с российскими клубами, часть с азиатскими. И, естественно, много ожиданий у нас как раз вот именно от этих товарников. Потому что именно в них мы, собственно, и видим, а что происходит с командой. Развивается она, как вливаются новички, какие схемы собирается использовать главный тренер. Ну и вообще мы мало что видим из жизни команды на сборах. Но товарищеские матчи мы все-таки обычно наблюдаем. Поэтому и ожиданий от них у нас довольно много. Но давайте начнем с самого главного, что мы эти самые товарищеские матчи должны хотя бы увидеть. Пускай это будет не все 7 матчей. Я понимаю, что Галактионов может захотеть закрыть один или два товарника и не допускать на них прессу. Да, пробовать что-то, какие-то наработки стандартов или какие-то другие вещи, которые не хочет, чтобы стали достоянием общественности. Но как минимум 5 игр я бы хотел увидеть, потому что я очень соскучился по Локомотиву. Полтора месяца уже прошло с момента последнего матча Локомотива. И такого большого перерыва не было достаточно давно. А первый товарняк, наверное, будет вообще в конце января. Пройдет больше двух месяцев с момента последней игры. Это очень много. Я не привык к такому. Я хочу, чтобы Локомотив играл там каждую неделю. И максимум, максимум, на что я согласен, это какой-нибудь месяц отдыха. В общем, я надеюсь, что пресс-служба озаботится всем этим. И мы увидим трансляции товарищеских матчей не у каких-нибудь там букмекеров, а на самом обычном YouTube-канале Локомотива, где можно будет затем посмотреть повторы. И все будет на самом высшем уровне. Теперь, собственно, чего бы я хотел от этих самых товарищеских матчей. Ну, во-первых, мы купили вратаря. Илья Лантратов, на мой взгляд, должен стать основным вратарем Локомотива. Поэтому я бы очень хотел посмотреть на матч с участием Ильи Лантратова, где Локомотив не пропустит ни одного мяча. Не пропускать мячей для нас в этом сезоне довольно тяжелая задача. Поэтому мне бы очень хотелось посмотреть на сборах, зарядиться уверенностью, то, что у нас появился новый вратарь, уверенный в себе, опытный и человек, который готов играть на ноль, организовывать оборону, чтобы не допускать глупых ошибок, которых было очень много в первой части сезона. Очень на это надеюсь и жду. Матч на ноль. Другой новичок Локомотива, нападающий, это Сергей Пеняев. Да, есть еще Максим Глушенков, но мои основные надежды и мои основные желания связаны с тем, чтобы Сергей Пеняев показал то, почему его считают одним из главных игроков поколения. Вышел и забил гол. Собственно, мне больше ничего не надо. Товарищеский матч, чтобы Локомотив сыграл его, и в нем Сергей Пеняев отметился забитым мячом. Это будет очень хорошим показателем того, что Сергей Пеняев готов играть в Локомотиве здесь и сейчас, готов приносить пользу здесь и сейчас. Не когда-нибудь в перспективе, не когда-нибудь потом. Нам это потом еще дожить надо. А здесь и сейчас выйдет и забьет. Все, больше ничего. Ну уж если мы сыграем на ноль, да еще и Сергей Пеняев забьет. Давайте Локомотив на сборах одержит убедительную победу. Да, у нас были в этом сезоне убедительные победы. Помните, год назад у меня этот пункт в бинго тоже присутствовал, и меня очень сильно бесило то, что Локомотив никак не может выиграть с разницей в два или в три мяча. Мы все время, даже если побеждали, то это было и там 2-1. Ну вот мы 2-0 выиграли у Уфы в конце прошлого года. Но хочется, хотелось тогда, по крайней мере, чтобы Локомотив выигрывал уверенно. Сейчас такие победы есть. Ну, собственно, в Кубке Галактионов выиграл 3-1 у Нижнего Новгорода. Это было очень уверенно. Гол забили только с пенальти нижегородцы на последних минутах. Да и пенальти был такой себе. Но все равно очень хочется смотреть на уверенные победы Локомотива. Соперники будут из числа Российской премьер-лиги, поэтому нам сейчас для нашей собственной же уверенности очень важно понять то, что мы можем побеждать. Не как-то со скрипом, не как-то еле-еле, а просто уверенно переезжать соперников, причем довольно сильных по уровню. И если мы на сборах это поймем, то и на сезон это тоже перекинется. У нас старт сезона, кстати, довольно сложный. И от того, зарядимся ли мы уверенностью в своих собственных силах на сборах, будет зависеть старт вот этого второго отрезка сезона. Нам сейчас отступать некуда. Нам в каждом матче нужно набирать как можно больше очков. Так что победа в 2-3 мяча, желательно не в одном матче, а в нескольких матчах. Помните, вот сборы с Николичем проходили, и мы там вдруг неожиданно и Краснодар громили, и Ростов громили. А потом началась весенняя часть, и мы продолжили всех громить 13 побед подряд. Вот чего-то подобного я очень хотел бы и сейчас. Но, разумеется, сборы, они существуют не для товарищеских матчей, не для того, чтобы побеждать в этих самых товарняках, а для того, чтобы заложить базу физической готовности. К сожалению, в первой половине сезона ни о какой базе физической готовности речи вообще не шло. Мы были одной из худших команд по физподготовке. Поэтому я надеюсь, что новый тренер по физподготовке Кирилл Жинкин подготовит команду как надо, что мы будем бегать как заведенные. И мы с вами, конечно, никак не поймем этого. Мы сидим на диване, мы смотрим какие-нибудь ролики, дай бог они будут. Но понять, подготовились они или не подготовились они, мы никак не сможем. Даже в прошлом году, да, с одной стороны, все говорят о том, что локомотив плохо подготовился, с другой стороны, я смотрю на игры и вижу, как локомотив дожимает команды на последних минутах. Это все равно такая достаточно эфемерная вещь. Поэтому мы будем ориентироваться на слова одного единственного человека. Это, конечно, Дмитрий Баринов, главный специалист по физподготовке в локомотиве. Если Дима скажет, что ему эти сборы понравились, ну, значит, так тому и быть. Доверимся нашему капитану. Еще очень важным, не только для меня, но и опять же для тех ребят, которые писали мне в комментариях на Boosty, оказалось освещение сборов. И я часто про эту тему говорю, о том, что футбольный клуб должен быть в нашей жизни, нашей с вами жизни болельщиков ежедневно. Мы должны постоянно получать какую-то информацию. И от того, как будут освещены сборы, зависит довольно много. Пикантности к этому добавляет очередная смена пресс-службы. Поэтому именно на этих сборах мы будем с вами знакомиться с новыми руководителями отдела коммуникации и с новым пресс-эташе локомотива. Собственно, именно по тому, как пройдут эти сборы в социальных сетях, на официальном сайте, как будут организованы трансляции, мы и будем оценивать новую пресс-службу. Первый взгляд, первое впечатление, оно самое важное. Просто хотелось бы, наверное, какого-то свежего взгляда, каких-то свежих вещей. Потому что прошлые сборы, позапрошлые сборы, они как-то освещались. Я не могу сказать, что они освещались плохо. Но они освещались просто кое-как. Любой клуб российской премьер-лиги как-то освещает сборы. И локомотив не был даже, наверное, в пятерке, в десятке лучших команд, которые эти сборы освещают. Так что хочется нового взгляда. И есть определенные надежды на то, что так и будет. Потому что ролики с представлением Пеняева, Лантратова и Глушенкова лично мне очень понравились. Я в восторге от роликов локомотива. Да, не каких-то там локолайвов, повторов голов. А чисто вот каких-то вот креативных идей. Я в восторге не испытывал уже очень давно. А тут прям вот очень здорово. Классно снято, классная идея. Наконец-то не кринжовый использованный футболисты в каких-то игровых сценках. И у меня есть очень большие надежды на сборы, на то, что эти ребята, вот Загуменов в частности, сделают что-то интересное и крутое. Дай бог. Но кроме освещения сборов нужно будет сделать еще две вещи. Я их разнес по разным пунктам, потому что они все-таки должны быть немножечко о разном. Первый пункт это большое интервью Юрия Нагорных, ну или хотя бы Дмитрия Ульянова. Меня не устроит интервью Леонченко, их я уже читал, они мне не нравятся. Мне хочется услышать первое лицо локомотива Юрия Нагорных или, а лучше и, спортивного директора Дмитрия Ульянова, который является тоже новым лицом и, соответственно, каким-то новым взглядом на жизнь локомотива. Как я сказал в самом начале, на данный момент я не очень понимаю, в какую вообще сторону собирается двигаться локомотив. Продолжение ли это курса, который был взят на разработанные стратегии за 100 миллионов рублей, которая была представлена на пресс-конференции. Многое указывает на то, что локомотив продолжает идти этим курсом, что будет очень сильно бесить многих и многих болельщиков. Но многое также указывает на то, что локомотив этим самым курсом идти не может и нужно, по крайней мере, как-то его видоизменить. Но мы ничего об этом не знаем. До сих пор Нагорных не вышел с большим программным интервью и не рассказал, куда будет двигаться локомотив и чего мы, собственно, хотим не только от конца этого сезона, но и чуть более глобально. Собираемся ли мы отказаться от иностранных футболистов? Собираемся ли мы каким-то образом, там, не знаю, казанку возрождать и играть своими молодыми? Или мы собираемся молодежную сборную у себя собрать под Галактионова? Мы ничего этого не знаем. Как не знаем мы, например, что будет с территорией локомотива и грандиозными планами по ее реконструкции после ухода Плутника? Ведь вроде как именно он был главным идеологом всех вот этих вот преобразований. Будет ли каким-то образом реконструироваться стадион, как этого хотелось? Что там с Перовским отделением? В общем, много-много вопросов, на которые хочется получить уже какие-то внятные ответы. Не отписки, не отговорки, а вот именно что-то понятное, качественное, внятное от первого лица локомотива. Но если это будет Дмитрий Ульянов, то это тоже неплохо. И от него тоже хочется понять, для чего его назначали, какие задачи перед ним стоят, каких футболистов он собирается искать. И каков вектор развития локомотива? Если Нагорных может сказать про клуб, то Дмитрий Ульянов может сказать про команду. Какой локомотив мы собираемся собрать и какой локомотив мы собираемся видеть? Это тоже очень важно. И об этом мы тоже ничего совершенно не знаем. Но если это будет интервью Ульянову, то, естественно, после окончания трансферного окна просто взять и подвести итоги. А последним моим личным пунктом бинга в межсезонье будет интервью Галактионова. Уже было небольшое интервью Галактионова сразу после его прихода. И за это, кстати, тоже респект медиакоманде. Но хочется большое, обстоятельное интервью Галактионова уже по истечению нескольких месяцев его работы в клубе. Что он увидел, что он хочет увидеть от локомотива, какие игроки ему нравятся, какие игроки ему не нравятся, какие игроки нужны локомотиву. Мы получаем крохи информации на пресс-конференциях Галактионова, но хочется уже какой-то внятный материал именно от его впечатлений, от того, что с локомотивом происходит, почему локомотив находится на тех местах, на которых находится, и как с этих самых мест выбираться на вершины. Это будет очень интересный материал, я очень сильно его жду. Может быть, в видео, может быть, текст, может быть, на сайте локомотива, может быть, в каком-нибудь Спортэкспрессе. Но это очень важно, это очень нужно, потому что сейчас, на данный момент, все надежды мои личные и многих болельщиков локомотива связаны именно с личностью Михаила Галактионова. И, соответственно, именно он сейчас должен становиться главной звездой локомотива, главным спикером локомотива. Он умеет хорошо говорить, он умеет красиво говорить, и он понимает, что нужно говорить, а чего не стоит говорить. Поэтому я в этом плане ему всецело доверяю. И это один из важнейших, пускай я его только в самом конце вам представил, но это один из важнейших пунктов бинга межсезонья. Потому что от того, что скажет Галактионов, опять же, очень много будет зависеть в моем восприятии локомотива, в моем восприятии команды и в надеждах на оставшуюся часть сезона. У меня осталось еще несколько пунктов межсезонья, которые предложили ребята в комментариях на бусте. Я их тоже зачитаю с небольшими своими комментариями. Например, Паша ждет то, что все будет здорово в течение всего межсезонья, но в последний день обязательно должно произойти что-то, что в корне поменяет всю подготовку. Ну, например, там кто-нибудь уйдет, кого-нибудь продадут, кого-нибудь из Исидора, например, в последний день трансферного окна, или кто-нибудь, не дай бог, травму получит. И то, и другое в нашей жизни уже неоднократно бывало. Надеюсь, что этого не произойдет, но такие ожидания, естественно, имеют право на жизнь. Рома Латыпов, кроме всего прочего, ждет, что локомотив перейдет на схему 4.3.3 или на схему 4.2.3.1. По крайней мере, будет опробовать ее в товарниках. В целом, мне не очень важно, по какой схеме будет играть локомотив. Мы уже видели, что локомотив вполне может неожиданно здорово заиграть по схеме 4.4.2 с ромбом. Кто бы это вообще мог ожидать? Схема не так сильно важна. Мы видим то, что в своих матчах Кубка Галактионов использовал схему 4.3.3. Ну, и вроде как, в целом, довольно неплохо. Локомотиву она хорошо подходит. Я об этом говорил достаточно давно. Ну, и схема с тремя центральными защитниками локомотиву тоже неплохо подходила. По крайней мере, до момента ухода Е2. Так что, сама по себе схема для меня не сильно важна. А Даня Иванов уточняет, что он хотел бы не какую-то определенную схему, хотя это тоже, но какую-то тактическую новинку. Как, например, Николич делал ромб и ставил Рифата Жамалединова не на край, как делали до этого все тренеры, а в центр полузащиты, ну, точнее, в атакующую зону. И это было некой тактической новинкой. И вот чего-то подобного, какого-то интересного использования футболистов, может быть, не на своих позициях, может быть, интересную схему, Даня Иванов ждет, собственно, от Галактионова, и ему будет интересно последить за этим в товарищеских матчах. Я, наверное, не очень жду прям каких-то тактических новинок, но у нас довольно большое количество новых футболистов, футболистов, которых не использовали Федоров, Цинбауэр или Компер, и любое, в общем-то, их появление в составе будет уже само по себе тактической новинкой. Да, там где будут использовать Глушенкова, где будут использовать Пеняева, где будут использовать Рифата, когда он поправится. В общем, ну, само по себе довольно много тактических новинок будет просто от факта новых футболистов в этом самом Локомотиве. В общем, межсезонье будет интересно. Я очень соскучился по Локомотиву, как я уже неоднократно об этом говорил, и очень хочу поскорее увидеть команду. Медосмотр 11-го числа, потом видосики, как они улетели в Дубай, как они прилетели в Дубай, как они расположились, вышли на первую тренировку, на вторую тренировку, интервьюшки, комментарии. Очень надеюсь на пресс-службу, то, что контента будет много. Полтора месяца жили без Локомотива, и я соскучился. Я уже много раз это сказал, но я готов повторить это еще и еще раз. Такое вот мое бинго межсезонье. Будем зачеркивать потихоньку то, что будет сбываться. Ну, а то, что не будет сбываться, надеюсь, что некоторые пункты не сбудутся, то, соответственно, останется не вычеркнутым. На сегодня все. Спасибо. Пока.